В преддверии четвертьфинала Реалити Арт в артистов мало кто верил, но им удалось не только пройти дальше, но и сделать это уверенно. Не перед одной командой мы не дрогнули, нам вообще не было страшно. Мы настолько спокойно всегда выходили на каждую игру, на установках нам тренер абсолютно четко говорил, что делать. И я удивлен, что установка в 90% случаев работает. А когда подошли к плей-офф, мы настолько собраны были, настолько четко, настолько все понимали, кто куда бежать. Вот этот матч, мне кажется, наш лучший в нашей истории, потому что мы сыгрались наконец-то. У нас вышел самый боевой состав, который есть. Мы настолько четко все сделали, что мы их переиграли на каждом участке поля. Мы в защите очень грамотно делали. У них Готфрид, который лучший бомбардир был, ну пока есть, но мы обгоним. И ему практически не дали шансов, его сразу встречали. И главное, без фола. И так все классно. В нападении там гений Сильченко просто 4... Вот это ему аплодисменты. 4 забивает. Вратарем забивает. Всегда забивает. Ему просто надо хорошо поддать пас. А те, кто хорошо отдает пас, у нас тоже есть. Бага там в порядке. Роща. Это же просто. Хорошо, что так сложилось. Будет приятно встретиться с Сильченко, вот, с которым мы, если ничего обычного, играли. Вот, и Роща тоже у них в атаке. Очень крутой исполнитель. Будет интересно даже познакомиться, поиграть с ним, посмотреть, как вот он в живую на поле. На первый взгляд, нет ничего общего у арты и бейсмент. Но одна важная деталь эти команды объединяет. Команда собралась просто за 2 дня. Просто чья-то телефонная книжка. Сначала одного человека, потом другого, третьего и так далее. Вот. Какая-то команда собралась. Непонятно, в общем, что из этого получится. На первой тренировке я сильно порадовался, что вроде бы, ой, есть ребята играющие, что-то можно за это слепить. За такое короткое время собраться командой, и мы вышли. Даже Лошама говорил, у нас был прессинг, как будто мы тренировались около года вместе. Мы прям каждый в свою зону забегали. Была тяжелая игра, и на спорте тоже не прятать соперника. Нам всего лишь 2 недели было, когда мы начали играть. Без нерок, без ничего. Мы всех разъебали вообще. Ни одного поражения, всех выиграли. Ну там пара ничейщиков, какие-то такие, так себе средние. Хотя где-то мы даже и могли выиграть. Ну а так, блядь, вообще я не понимаю, как люди нас не болеют. Вот да, может быть чуть медик нет, но время покажет, время придет. Мы в полуфинале. Это ли не шаг? Типа сколько команд отлетело? 6 команд. То есть мы вошли в 40%, которые смогли достичь этого результата, с учетом, что мы 2,5 месяца назад были созданы, и первые 3 игры не знали друг друга по именам. Хобби команды в шаге от финала. И менталитет может сыграть решающую роль. Это медиалига, и она так круто развивается в первый соцсезон. Я за то, чтобы болельщиков было больше. И в первую очередь для ребят, у которых никогда не было такого опыта, которые никогда с этим не сталкивались, посмотреть на них, как они будут реагировать на это. Отталкиваемся от себя. Зачем играть от соперника? К нам готовятся. Я знаю, что к нам готовятся. Вот сейчас тренер реалити говорил, что у нас были какие-то инсайды, мы там что-то, то, сё. Очень приятно, что к нам готовятся. Как нас называли добрячки и толстые мужики из завода, которые после работы пришли поиграть? Ну, камон, мы в полуфинале. Для нас это уже большое достижение, понимаешь? Это не значит, что мы сбавим обороты. Вот если так по спортивному подумать, может быть, у них, у Арт, будет немного ощущение того, что они уже прыгнули чуть выше головы. И я думаю, нам будет в любом случае проще и морально. Они будут бояться нас в любом случае. Ну, они почувствовали так немножко, так как, как сказать, кровь, когда почувствовал, и всё, и пошёл. Посмотрим. Мы сделали определённый вывод. У нас были матчи с Ромой, где мы оступались, приведя при счёте. Нужна концентрация. И кто больше дотерпит, кто будет терпеть, та команда и выйдет дальше. Здесь в этом матче нет фаворитов. Правда, нет. Можно всё что угодно говорить. Мы сильнее, да, мы на бумаге сильнее. В субботу бейсмент может рассчитывать на усиление. Поклонники команды заждались Алана Гатагова. Мы начинали в целом сезон без Алана, да. Были определённые какие-то взгляды, наработки, как я видел с интерьерским штабом, как я видел состав. С приходом Алана у нас появилась возможность. Возможность ещё как-то это всё, можно сказать, импровизировать в этом плане в атаке. Талант – большой мастер, человек с характером, по духу победитель. И когда такие люди на поле, безусловно, это плюс. Без него сложно, потому что, опять же, мастер, который даже без особой мировой практики, вот он после травмы сейчас вернётся, выйдет даже на 10 минут. Он может за эти 10 минут создать какой-то момент, потому что он знает, где нужно оказаться, в каком месте. Вот все эти его пяточки. Даже на тренировках. Как жаль, что наши тренировки просто не показывают в прямом эфире, когда вот эти двусторонки на маленькие вороты. Ну, если он сделает финн Гатагова, наверное, мы уже ничего не сможем поделать. А так вообще не боимся. Пусть выходит. Ещё класснее будет их обыграть с Гатаговым. Вообще не боимся. Слушайте, я считал самого опасного чувака в нападении – это Готфрида, который просто в соло Брокбольс обыграл. Четырёх накрутил там. Я думаю, если мы его сдержали, то Гатаговой подавно сдержан. При всём уважении. Уважение между соперниками есть, но в финал выйдет кто-то один. У меня стойкое ощущение есть, что если мы бейсмен пройдём, мы заберём эту лигу. Потому что я считаю, бейсмен – самый серьёзный здесь противник. Даже если мы первый пропустим, желательно два, чтобы завелись удачами. Так будет ещё интереснее. Нет, у нас нет такого шапкозакидательского настроения. Уже сейчас чувствуется, что мы хотим. Мы идём за трофеем. Очень интересная команда. Сильная. Прям достойный, интересный соперник. И у нас остались нерешённые вопросы ещё с регулярной. Вот эта команда выиграет этот сезон в медиафутбольной лиге. Мы бейсмен. Наслаждайтесь, кайфуйте. Футбол – это лучшая игра с мячом. Арт – чемпион. Арт – это искусство. Болейте за арт. Субтитры сделал DimaTorzok